Добрый вечер всем вам! Утри праздника радуйся, ой, радуйся, земля, да развеселый Божий Сын народился. Уж как первый праздник, да святое Рождество радуйся, ой, радуйся, земля, да развеселый Сын народился. Божий Сын народился, а как другой праздник, да святое Василя радуйся, ой, радуйся, земля, да развеселый Божий Сын народился. Уж как третий праздник, да святое Крещение радуйся, ой, радуйся, земля, да развеселый Божий Сын народился. Здравствуйте, гости, дорогие. Поздравляю я вас всех с праздниками, с праздником свято. Сегодня мы с вами поговорим о том, что мы всем. Скажите, пожалуйста, ребятки, какое сейчас у нас время года? Зима. Зима, правильно, с самой середины зимы. А месяц у нас какой сейчас? Январь. Январь. Много-много лет назад наши предки соблюдали календарь очень точно. От календаря зависела вся их жизнь. И вот в середине зимы случается очень важное событие. Событие это астрономическое, связанное расположением звезд и планет. Событие это у нас называется день зимнего солнцестояния. В этот день самые короткие ночи, самые длинные ночи и самые короткие дни. Этот день и несколько дней после него в жизни наших предков значило очень много. Они боялись зимы, считали ее суровой. Зимой часто погибали люди от голода и холода. Поэтому эти дни были самыми страшными. И вот в эти дни как раз и начинали отмечать святки. У многих народов это время было необычным. И у наших предков еще до того, как они стали христианами, эти дни были посвящены Богу калиде. А давайте само слово послушаем. Календарь. На какое же слово похоже имя Бога? Календарь. Календарь. На слово? Календарь. Не понял? Календарь. 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 Правильно. На слово календарь. Календарь. А еще на слово колод. Колесо круглое, да? То есть солнышко проходит свой цикл. Вот солнышко в день зимнего солнцестояния как будто бы умерло, да? А потом с прибавлением дня оно начинает возрождаться. Начинается новый цикл. Календарь приходит. Календарь новый наступает. Новый год наши предки могли отмечать несколько раз в году. Каждый сезон. Могли зимой, могли весной, могли летом или осенью. И у них были поводы и причины для того, чтобы отмечать Новый год. Вот зимой Новый год у них начинался с того дня, как солнышко только начинало приходить. И Бог, солнце, радость и счастье, календарь был как раз символом прихода Нового года. А все эти дни назывались святками, святыми вечерами. Когда наши с вами предки приняли христианство, то в день солнечного солнцестояния, зима, они стали отмечать Рождество. И Иисус родился, Сын Божий родился. Родился Он, как свет от света, среди самой долгой ночи. И недаром сейчас вся Европа отмечает 25 декабря Рождество. Потому что раньше день зимнего солнцестояния как раз был 25 декабря. А сейчас у нас немножко земная ось изменилась. И поэтому мы сейчас отмечаем день зимнего солнцестояния 21 декабря. То есть вот это символ, символический смысл Рождества. То есть Иисус Христос, Сын Божий, родился в самое страшное время для людей. В самую долгую ночь, когда люди погрязли в грехах, да, и Он для того, чтобы спасти людей от греха, родился именно в это время. В самое страшное для людей время для того, чтобы стать светом от света. Вот и мы сегодня с вами поговорим про три главных праздника, которые отмечают зимой, которые для наших предков значили очень много. Это праздник Рождества, это праздник Нового Года и праздник Крещения Господня. Пришла я вам сегодня 18 декабря? Со мной пришла моя подружка. Что это за подружка у меня? Что это за подружка? Мышка-нарушка, моя подружка. Давно-давно живет мышка-нарушка с людьми. Очень много всего знает. Здравствуйте, ребятки. Здравствуйте. Здравствуйте, ребятки. Привет, 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 Илюша. Привет, привет. Привет, привет. Привет. Привет! Я вам расскажу, как наши предки праздновали праздник Рождества Христова. Начинался он в рождественском сочине 24 декабря. В это время был пост, и люди ничего не ели растительного происхождения. А до первой звезды 24 декабря вообще есть ничего нельзя было. Ничего люди не ели и не пили, но готовили кашу. Каша эта специальная, называлась она сочева. И само слово сочельник пошло как раз от этой каши. Сочева сочельник. То есть сочельник это день, когда едят и готовят сочево. Правильно! Сочева делалась специальным образом. Делалась она из пшеничных зерен. Пшеница была самой дорогой хлебный злак. Поэтому вот на такой большой праздник делали кашу пшеничная. Была она сладкая, с медом. Была она с маслом. Но только так как пуст, масло должно было быть льняное или конопляное. Должна была эта каша в животе тепло держать, не дать снутру исхудать. Кашу эту ставили на сено. А почему на сено? После божницы на сено. Потому что Иисус Христос родился в бедной семье. Приехали Мария и Иосиф в город Вифлеем. И не было в гостинице места. И поэтому семья их разместилась в пещере. Туда, в гостинице, загоняли домашних животных. Мария в пещере родила Иисуса. Спеленала его и положила в язву. А что такое язву? Язву это такая язву, кормушка. Ребятки, это кормушка. Это кормушка для животных. И вот туда и положили маленького Иисуса. Потому что это было зимой. На улице был холодный, сильный ветер. Несмотря на то, что страна-то южная, но все равно зимой там намного холоднее, чем летом. Особенно ночами бывает. И вот для того, чтобы младенец Иисус не замерз, его положила Мария на сено или на солому. С тех пор сено и солома стали тоже обозначать солнышко, тепло. Потому что они сына Божего согрели. И возле каждой божницы, возле каждой иконы в красном углу хозяева делали, ну, такое вот небольшое соломину, как подстилочку, на которую ставили эту кашу. И выходили на крыльцо для того, чтобы подождать, когда же зайдет первая звезда. И как только первая звезда на небе были унианы, это был сигнал к тому, чтобы можно уже есть вот эту еще постную кашу с сочкой. Хозяин брал горшок с кашей. Выходил на крыльцо и звал Мороз к себе в гости. Звал он Мороз такими словами. Мороз, Мороз Васильевич, ходи в хату кутью ей. Зимой ходи, а летом не бывай. Иногда Мороз не только звалил, но еще и пугалил. Говорили, Мороз, Мороз Васильевич, ходи в хату кутью ей. Зимой ходи, а летом под колодиной лежи. Не то цепом голову проломлю, метвой в очи высеку. Делали это все для того, чтобы Мороз не пришел летом, не поморозил хлеба и овощей. Чтобы был хороший урожай. Ну и чтобы такой погоды не было, как у нас сейчас. Давайте мы даже с вами выучим эти слова. Да, позовем к нам Мороз. Потому что сейчас должны быть у нас крещенки морозы, а никак к нам Мороз не идет. Видимо, лето дожидается. Да, поэтому давайте с вами сейчас эти слова выучим. И тогда Мороз к нам обязательно придет. Сюда же бывает. Мороз, Мороз, Васильевич, ходи в хату кутью ей. Зимой ходи, а летом не бывай. Запомнили? Да. Ну, вы еще на елке все запомнили, поэтому давайте сейчас хором дружно. Три, четыре. Мороз, Мороз, Васильевич, ходи в хату кутью ей. Зимой ходи, а летом не бывай. Ну, еще раз, последний, потому что три раза – это волшебное число. Поэтому давайте третий раз. Мороз, 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 Васильевич, ходи в хату кутью ей. Зимой ходи, а летом не бывай. Чтоб лет у нас был не такой, как у нас прошлое, вроде лета. Ну, а теперь давайте попробуем эту волшебную кашу. Оль, мне помоги, пожалуйста. Ты вон ложечки возьми вон на столе, а я буду в горшковнице. Так. Ташка берет ложечку и пробует нашу кашу. Ну да, мы тоже будем делать. Я и вообще любая каша. Да, на всех вы, да? Ага. Ну, мам, попробуй. Стесняйтесь. Да. Ну, это маме, значит. Личная каша. Все как положено. Личная каша с медом, с медом. Вкусная, вкусная. Необычная, может быть. Ну, я думаю, что тебе понравится. Мне кажется, я ее ел уже много раз, да. Не я? Ну, бери. Не будешь? Ну, это Илюша сказал просто друг, что ему не понравится. Вот ему поэтому и не понравится. Вкусная? Ну, и попробуй еще возьми. Возьми еще. Еще возьмем? Не будет? А мама еще может попробовать. Ты молодец. Давай, Ольф, ты теперь пробуй. Ольга, ты что-то еще есть? Песеного? Ну, как раз, ну, как же. Ну, немножко, она полезная. Ну, что, нормально? Необычная, да? Суть необычная. Кто-нибудь еще будет? Мама, папа. Ей, не молча. Иногда заставляли детей залезать под стул и кричать голосами домашних животных. А каких домашних животных вы знаете? Кот. Ну, только, ну, кошек и собак. Зачем нужно было много кошек и собак? Поцел заставляли слезать и кричать, да, правильно, чтобы был хороший припод живот, правильно, лошадь, свинья, куры, да. Петушки, ну, петушки, а еще колокольчик, овечек, коров, правильно, кота, да. Давайте с вами поиграем в друг, которая называется воробей черепни. Ребятки, вы вставайте вот все вот сюда выходите, ребятки. Вы друг друга же знаете, да? Да. И сейчас я выберу ведущего. Ехал заяц на тележке, продавал он всем орешки, камни два, камни три, а водящим будешь ты. Ну, вот почему-то ты и вышла, иди сюда ко мне. Отворачиваешься от всех, не подсматриваешь, а мы сейчас поиграем в такую игру. На кого я сейчас покажу, тот должен будет закричать голосом какого-нибудь домашнего животного. А Илюша должен будет угадать, кто же это его позвал. Готовы? Ну, ты повернешься потом и покажешь, да, когда человечек уже встает на место. Овечка. Как овечка человек? Или как овечка? Нет, ну кто это? Настя. Настя, да. Ну, теперь Настя встает. Только нужно говорить тем голосом того животного, которого вы себе пригадали. Но это до него даже не пойдет. Мяу. Ну, давайте поворачивайся. Как ты думаешь, что ты говорил? Ну, кто сказал? Кто сказал мяу? Кто сказал мяу? Кто сказал мяу? Мяу. Правильно, сказал. Как ты сказал? Вика, это Вика. Так. Иа. Поворачивайся. Кто это сказал? Кто сказал? И, а, кто говорит? Ослик, да? Ослик. Кто голосом ослика сказал? Ну, пальчиком покажи. Правильно, молодец. Как зовут тебя? Ростислав. Ростислав сказал. Так, проповедь проходила праздничная служба. После этого ребятишки возвращались домой, брали с собой бифлеемскую звезду, сделанную когда из картона, когда тоже из соломы или из сена, когда сделанную из каких-то палочек и лучиночек, и шли по дворам для того, чтобы славить Христа и поздравлять всех своих однозначных с Рождеством Христовым. При этом пели они специальную песенку, молитву, которая называется «Тропарь к Рождеству». Слова у этого «Тропарь» такие, я вам сейчас прочитаю, но она в славянском языке, да, пусть спеть могут, да? Ростислав, ты можешь спеть ее? Илюш, давай? Да, давайте, идите сюда. Вместе идите. На слайд, больше. Давайте, я вам пою. Рождество Твоего жена, во сиянировый свет разума, в небо звездой служащий им, звездою в лучах уся, тебе кланяемся солнца правды и видим с высоты востока. Господи, слава Тебе! Ну, молодцы. За то, что прославили Христа, и дети награждались конфетами, пирогами, яцем, например, или колбасой. Все, что было вкусно в семье, да, то давали тем, кто пришел славиться Рождество. Ребята иногда набирают целый-целый большой мешок. Вот так и проходил весело праздник Рождества Христова. А отмечали его тогда в какой день? 25 декабря. А почему же мы с вами сейчас отмечаем 7 января? Дело в том, что, ну, чуть больше 100 лет назад, да, изменился календарь. И перенесли это время. Кстати, вот этот календарь, в котором мы сейчас живем, да, он больше соответствует астрономическому цифлу. То есть, с астрономией он лучше связан, чем тот календарь, который был. И вот это время священнослужители, церковь, синод, решили оставить в тот день, в какой вот всегда праздновали. То есть, во всем мире Рождество так и осталось 25 числа, а у нас оно как бы перенеслось. Но даже не перенеслось, а оно как раз вот осталось на том же месте, где оно было, а весь мир переместился вперед. Поэтому мы отмечаем следующий праздник, у нас называется сейчас Старый Новый Год. А на самом деле, это Новый Год астрономический. То есть, Новый Год начинали наши предки отмечать, когда начинало прибавляться солнышко. Вот буквально через несколько дней, вот пока самые темные ночи стоят, это вот праздновали Рождество. А потом, как только начинал прибавляться день, приходил праздник Нового Года, то есть, нового астрономического цикла, когда солнышко зарождается. И вот в это время наши предки празднули Новый Год, который мы сейчас называем Старым Новым Годом, потому что он у нас остался со старых времен, на том прежнем месте, на каком он был, там 100-50 лет назад. Вечер перед Старым Новым Годом, перед Новым Годом был посвящен Святому Василию. И так и назывался день Святого Василия. И этот день наши предки считали, что нечистая сила очень близко подходит к миру людей. И этот день был самый страшный, потому что как бы нечистые силы злится, что ей приходится отпускать вот эту свою власть темную, самые длинные ночи. Уже день начинает прибавляться, и нечистые силы не хочет этот день в солнышко впускать в свою жизнь, поэтому она очень близко подходит сюда, чтобы удержать. Но каждый год получается, что неудержит. И люди, боясь нечистой силы, считали, что они себя должны уберечь от нее. А как же можно было себя уберечь от нечистой силы? Нечистую силу можно было напугать или сделать так, чтобы она тебя не узнала. Что для этого делали наши предки? Надежали шубы. Рядились в маске. Ну и для того, чтобы еще это сделать страшно, они выворачивали шубы наизнанку. Раньше шубы были такие, как у нас дубленки. Кожа сверху, а мех внутри. И вот для того, чтобы напугать нечистую силу, эти шубы выворачивали наизнанку и надевали мехом кверху. Принято было в этот день гнать чертые деревни. Люди нарядные, вот в этих масках страшных, вывернутых наизнанку, шубах, ходили по улице. Они стучали кто в чугун, кто в кастрюлю, кто, значит, ухватом просто вот стучал. И если вдруг кто-то не знал о такой традиции и выходил на улицу в шубе нормально одетый, то считалось, что вот этот человек как раз и есть нечистая сила. И его будут гнать до самого края деревни, а иногда могут и побить очень сильно, серьезно, потому что думали, что это как раз и есть нечистая сила. После того, как нечистую силу прогнали, собирались калядовать. Что такое калядки? Калядки – это песенки, посвященные Новому году, посвященные Рождеству, посвященные Богу калиде. И припев как раз вот там вот каляда, каляда, отворяя ворота. А вы знаете, какие-то калядки? Да, ну, которые мы каждый год с вами учим, да? Каляда, каляда, отворяя ворота. Они какие-то свои учили. Свои учили, да? Ага. Давайте с вами сейчас учим вот такую калядку. Каляда, каляда, открывать ворота. Тетенька добренька, пирожка бы сдохненько. Не режь, не ломай, побыстрее давай. Печка-то топится, пирожка-то хочется. А не дашь пирога, мы коров за рога. Отзвиньюсь за хвост, отведем под мост. С новым ваш водом, со всем родом. Вот такая вот песенка. Давайте с вами ее выучим. Я вам буду по строчке говорить, а вы будете ее повторять. Итак. Каляда, каляда, отворяяй ворота. Тетенька добренька, пирожка бы сдохненько. Не режь, не ломай, побыстрее давай. Печка-то топится, пирожка-то хочется. Печка-то топится, пирожка-то хочется. Давайте теперь сначала. Каляда, каляда, отворяйте ворота. Вот такой каляда, пасхонная ворота. Он говорит, мне бы сковороду кишок, да пшеничный пирожок. Я каляда, каляда, пасхонная ворота. А еще с ним тоже калядовщица. Вот такая калядовщица. А она поет тоже калярку. А я баба-яга, костяная нога. Где из меда река, кисей берега. Там я живу века. И тоже они просят, как и мы. Давай, три, четыре. А не дашь пирога, мы коров за рога. А свинью за хвост отведем под мост. С Новым Возгодом, со всем вашим родом. Вот такие у нас калярки. Что же нам пришли в гости? На Новый год, как я уже сказала. Вот мы сейчас сюда посадим, чтобы они все были. На Новый год, как я уже вам сказала. Нечистые силы подходят очень близко к миру людей. И может она не только напугать. Может она не только навредит людям. Но может еще и рассказать о будущем. Поэтому в это время были приняты гадать. Краснодельцы гадали на любовь до нас суженного. А вот взрослые люди гадали, каким будет урожай в будущем году. Вот и мы с вами сейчас тоже загадали. Иди сюда. Поэт Василий Андреевич Жуковский в своей поэрии Светлана рассказывал так. Раз в крещенский вечерок девицы гадали. За вороту башмачок сняв с ноги бросали. Снег пололи, под окном слушали. Кормили счетную курицу зерном. Ярый воск топили. Вот это он рассказал, как краснодельцы гадали на своих женихов. Значит, за ворота башмачок кидали. Куда носком упадет башмачок, а тут, значит, и сушный сватся придет. Снег пололи. Тоже распалывали снег, делали его таким рыхлом. И наутро смотрели. Если снова он ровный стал, снег этот, значит, жизнь будет ровная да хорошая в этом году. А если еще больше палок туда накидали, или расчертили, как-то кто-то этот снег, значит, жизнь будет у девицы плохая в этом году. Под окном слушали. Слушали вот как. Если в доме мир догладил больше благодать, значит, семья, от которого девушку замуж выйдет, будет тоже тихая, да спокойная. Жизнь у нее будет хорошая, не скандальная будет семья. А вот если ругают до скандаля, значит, и жизнь будет такая, значит, и свекрой с мужем тоже будет скандальная. Кормили счетную, я тебе потом дам слово, счетную курицу зерном. Значит, все знают, что куры ночью ничего не видят. Поэтому как только сумерки спускаются, куры ложат сразу спать. И вот девицы готовили зерно, шли вечером, уже поздно, когда стемнело, в курятник, снимали ничего не понимающего курицу на шесто, приносили ее в дом и смотрели. В темноте же брали курицу. Если курица белая, значит, жених будет блондин. Если курица черная, значит, жених будет брюнен, с черными волосами. Если курица рыжая, значит, и жених рыжий будет. Стали эту курицу возле зерна, где их собрала, ну, вот так, рыгоршню зерна, да, насыпала возле курицы, курица клевала. А после этого считали. Если парное количество зерен четное, значит, в этом году замуж девушка выйдет, найдет себе свою пару и будет замужем. А если не парное, не четное количество зернышек, значит, в девках ей в этом году оставаться. Еще все выгадали так. Раскладывали в разных местах дома блюдечки. А на блюдечки клали монетки, золотые колечки, зерно, уголь и воду наливали. Также сонную курицу приносили из петуха, приносили в избу и смотрели, какое он пойдет клевать блюдечко. Если начинал клевать зерно, значит, будет хороший парень из крестьянской, крепкой, достаточно состоятельной семьи. Это такой богатый человек, да, который торговлей занимается. А если начинал клевать золотые монетки, то если золотые кольца начинал клевать, значит, жених будет барин. А кто такой барин? Это тоже богатый человек, не только богатый, но еще и родовитый, да, у которого род очень древний. И вообще в почете он барин. А если на черналом водичку пить, петуха или курица, для взрослого, значит, жених будет пьяницей. Вот, поэтому, конечно, боялись вот это. А мы сейчас с вами вот так вот погадаем. Вот у нас есть такой решеток, решете насыпанные у нас разные маленькие предметы. Вот эти предметы нужно вытаскивать. Как вытаскиваем? Берем горсточку и потом высыпаем. Смотрим, что вот у меня жених. Смотрим, что там случилось. Наверное, я не сказала, кому вынется, там усвоится, там усвоится, не минуй. Давайте погадаем. Давай, бери горсточку. Взрослые, кто хочет, тоже могут гадать. Взял горсточку? Ну, а ты вот... А, мыльца взял. Значит, ты будешь здоровеньким в этом году. Да. Кому вынется, там усвоится. Так, горсточку, да. Ну, сюда, сюда, ко мне. Ниточка. Ниточка, ниточка, это означает путешествие, дальняя дорога. Горсточку. Показывай. Так, раз, и вот зачерпывай. И поворачивай ручку мне. Верни ладошку. Да, поворачивай мне. У тебя ничего, значит, год у тебя хороший будет, спокойный, ничего не случится. Горсточка бери, зернышко. Вот, показывай. У тебя тоже можно побольше. Да, поглубже. Так, у тебя и путешествие будет какой-то, и шишечка вот такая, семья у тебя крепкая будет. А бусинка, это какой-то событий, хороший, известий, какая-то новость хорошая. Ну-ка, давай, Настя, кому-то не совместит. Осенью, Николян. Ой, осенью. Привет, вы хотите здесь? Давай, зачерпнула, показывай. Показывай, Женя. Ну, а то уж не черпай. Сейчас, не в лес, спасибо. Сейчас, на осенью. Женя, у тебя, Илюшка, вы же как-то так точно, я же не вряд. Мальчик сказал, да, вот, не в лес. Под кровать. И новость какая-то. Ну, это новость для всех будет. У нас, мельница. В этом году. В этом году новость какая-нибудь будет. И у тебя будет какая-то обнувка хорошая, крупная в этом году. Еще хотят? Еще хотят? Сейчас, мы помешаем. Красотки белые. Побольше. Да, побольше. Да, побольше. Мам, скажи. Вот. Ой, у нас целых три невесты будет в этом году. Каждый месяц мы невесты. Да? У тебя есть подружка в следственном саду? Нету? Вот, значит, целых три появится. И у тебя, потому что у тебя барни прям с ударной, королевной какая-то будет невесты. Ну, давай, ты. Давай. Взяла? Брала? Давай. Тоже, не шкаф себе найдешь. Праздники открывались для тех, кто пришел, чтобы поздравить с Новым Годом. А мальчики брали с собой коробочку, насыпали зерна и шли поздравлять своих односельчан. Ну-ка, ребятки вот сюда передо мной поставят их. Приходили они в каждый дом, посыпали всех своих друзей и знакомых зерном и приговаривали. Сею, вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю. Ну, грязно. Уродить пшеницы, горох чечевицы, наполис на память, на столе пирогами. И должны были поймать зерно. Если поймал хотя бы одно зернышко, значит, в этом году все будет хорошо и счастливо. И случится какое-нибудь необычное чудо. Ну-ка, давайте зернышки ловите. Сею, вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю. Уродить пшеницы, горох чечевицы, наполис на память, на столе пирогами. С Новым Годом совсем рода. Ну, все-все поймали. У всех в этом году все будет хорошо. И ты тоже поймал, поймал. Это же потом бросил, наверное, да? Ну, это не надо их хранить, просто поймать надо. Так поймала. Да, он поймал, ему прям упало на ручки. Я еще посмотрю. Ну и, конечно, в этот день пей, играй, плясай. Вот мы сейчас с вами тоже поиграем в игру, которую называют «Золотые врата». Давай лишь с собой в ворот встанем, а все остальные вокруг нас в кружочках встанут. Оля, помогай. Помогай же тебе в круг, в кружочках. Да, чтоб знать. Ну, сейчас я построю, все. Вставай, Паша, вокруг. Вставай с кружочек, держись за ручки. Все вращаем? Нет, нет, все вставай с кружочек. Максим, перезаривайся. Перезаривайся. Так. Вик, устроили на телефон? Итак. У каждой игры обязательно есть своя запричка. У этой игры такая запричка. Золотые врата, проходите, господа. Сама мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз мы поймаем вас. Итак, идем. Да, и мы поймаем. Да. Три, четыре. Золотые врата, проходите, господа. Сама мать пройдет и детей проведет. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз мы поймаем вас. Поймаем. Так, встает вместе с нами в ворота. Так, а у меня и вазы здесь. Не, 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 ворота, подворота. Так, золотые ворота, проходите, господа, Сама мать пройдет, и детей пройдет. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз мы поймаем вас. Поймаем. Так, а у меня и ворота, подворота, проходите, господа, Сама мать пройдет, и детей пройдет. В первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз мы поймаем вас. Поймаем. Поймаем. Настя, ты поймали. Так. Илюш, поменяйте. Возвратный разок. Так, а у меня и ворота, проходите, господа, Сама мать пройдет, и детей пройдет. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз мы поймаем вас. Молодцы. Ну и что? Еще раз запрещается. Вот у нас, да, осталось пять победителей. Давайте, помогло. Ну и какой же у нас третий праздник? А третий праздник у нас, который мы будем отмечать завтра, это праздник Святого Господня Крещения. Начинали его отмечать также в Сочельнице, то есть в день перед Крещением, и уже в Сочельнице начинали готовить святую воду. Считалось, что в Крещении вся вода становится святой. А вот эта вода, вот этого Сочельника называлась Богоявленской водой. И тоже она помогала от разных болезней. Воду, которую собрали в Крещение, взяли в церкви, хранили целый год. Ее давали больным для исцеления, и умывали больных ребятишек от сглаза. И вот Богоявленская, сегодняшняя вода, она больше как раз подходит от сглаза, от защиты, для защиты от каких-то злых сил. А вода Крещенская, она больше подходит для лечения разного болезня, так вот наши предки считали. На Богоявлении делали проруби в озерах, в реках, в форме креста. Священник освящал там воду, и потом в ночь на Крещение все должны были три раза окунуться в эту воду, для того, чтобы смыть с себя все грехи, все болезни, все плохое, что может накопиться на человека. А вот мой знакомый Дуды, наверное, не купался в проруби, поэтому он болеет постоянно разными болезнями. Я вам предлагаю поиграть со мной в игру, которая так называется Дуды. Встаем вокруг меня, по кругу. Я вам предлагаю поиграть. Я вам предлагаю поиграть. Встаем всю наыграли сюда, да? Итак, игра такая. Дуды, дуды, дударище. Дуды, старый встречище. Дуды, дуды. А, его под колоду, его под сырую, его под винилу. Дуды, дуды, что? Да, в основном уже все знают. Итак, пойдем по кругу. Три, четыре. Дуды, дуды, дударище. Дуды, старый, старый, чище. Его под колоду, его под сырую, его под винилу. Дуды, дуды, дуды. Что болит? У меня болит спина. Друг к другу за спину поближе ко мне. Сходите. Друг к другу за спину. Друг к другу. И я выбираю все это, что дуды. А вы идете по кругу. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. И я. Ну, или я. Он хотел бы дуды как раз. Пойдем. Три, четыре. Дуды, дуды, дударище. Дуды, старый, старый, чище. Его под колоду, его под сырую, его под винилу. Дуды, дуды, что болит? Нос. Ну, можно. Давай. Заносики. 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 Ну, развертая. Заносики. Да. Пойдемте. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, опять я? Нет. Нет, я. Не знаю. Да. Три, четыре. Дуды, дуды, дударище. Дуды, старый, старый, чище. Его под колоду, его под сырую, его под милую. Дуды, дуды, что болит? Что? Животно. Давай. Животно. Животно. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Нет. Вот, ставим, да, ставим, да. Три, четыре, пять. Ну, опять. Ну, опять. Гадать можно было прям до самого крещенского сочельника. Поэтому я вам сейчас еще одно гадание покажу. Есть у меня вот такой петушок, золотой гребешок. Масленый голубушка, шелухобородушка. И есть у меня три таких стаканчика. Если выпадет вот такой вот стаканчик, значит, в этом году у вас будет много всяких разных событий, хороших, много подарков. Если выпадет вот такой вот стаканчик, значит, у вас какое-то будет в жизни одно событие, но тоже очень важное и хорошее. А если выпадет вот такой вот стаканчик, в котором всего две конфетки и шарик, значит, в этом году ничего важного у вас не случится. Все будет приятно. Да, все будет как-то. Как первое, что есть. Так. Все у меня будут гадать? Отпо. Вот, значит, ну, давайте вот отсюда пойдем. Будете гадать? Значит, держите петушка. Вот. Подходите сюда, ко мне. И выбирайте любой стаканчик. Петушок выбирайте. Мой приятный, я пишу. Да я уж сама. Стаканчик у вас будет много-много хороших всяких разных событий. Давайте следующий. А, вот подсматривать. А у тебя будет обычный год. Такой же, как хороший, как и был. Много событий у вас с мамой в этом году будет. Ну, что ж. И у тебя много будет хороших событий, подарков, радов. Идите с мамой. Кто будет выбирать петушку? Получили? Петушка, она на ручку надень. Вот, выбирай петушку. Опа. Одно какое-то очень хорошее событие случится у тебя. Очень хорошее, важное событие. Мечта какая-то, я вспомню. У тебя есть мечта? Да. Вот, а у мамы обычный год. Шикарно. А теперь давай. Сделаю. А у тебя обычный будет год. Просто как же обычный год. Ясно. Ну ты уж все. У нас были во время зимнего солнца стояний. Вот этот зимний, вот этот важный период. Новый год. Нет, первый праздник какой? Рождество. Потом Новый год. И потом Крещение. Правильно. Все эти праздники были очень важны для наших предков. Все они предсказывали, каким будет следующий год. Поэтому очень внимательно следили не только за годами, но и за народными приметами следили о погоде. Какой будет погода, такая и такой значит. И весь год будет. Ну и конечно все это время веселились, переиграли в разные игры. Желали друг другу здоровья, счастья, удачи и хорошего богатства, богатого урожая, богатства в каждую семью. Вот и мы сейчас с вами поиграем в последнюю игру, которая у нас называется «Как у дяди Нестер с малышами». Пойдемте сюда. Возьмите еще дальний. Три-четыре. Как у дяди Нестера, Нестера, Дед, так было шей-сера, шей-сера. Они не пели, не ели друг на друга, Все глядели разом, делали вот так. Хлоп-хлоп, топ-топ-топ-топ, Хлоп-хлоп, топ-топ-топ, Хлоп-хлоп, топ-топ-топ, Хлоп-хлоп, топ-топ-топ, Три-четыре. Как у дяди Нестера, Нестера, Где так было шестеро, шестеро Они ели, не ели друг на друга Все глядели, разом делали вот так Носик назад, носик, пятка, топ-топ-топ Носик, пятка, топ-топ-топ Носик назад, пятка, топ-топ-топ Носик назад, пятка, топ-топ-топ-топ Как у дяди Нестера, Нестера В детях было шестера, шестера, они не пили, не ели друг на друга, все глядели, разом делаем вот так. Покружились, 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 топ-топ-топ, покружились, покружились, топ-топ-топ. Как у дяди не сера, не сера, в детях было шестера, шестера, они не пили, не ели друг на друга, все глядели, разом делаем вот так. Как стоит вниматель? Хлоу, хлоп, топ-топ-топ. Носик, пятка, топ-топ-топ, носик, пятка, топ-топ-топ. Покружились, 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 покружились. Ну что ж, ребятушки, я вас тоже поздравляю всех со святыми, поздравляю с наступающим крещением Господним. Здоровья вам, счастья вам, удачи вам, благополучия семейного и всяческого другого. С праздниками вас, приходите к нам еще. Спасибо вам.